Всем добрый день! Вы на канале Дмитрий Бахрушин. Иногда в столах, оборудованных вот такими механизмами выдвижения, необходимо снять или демонтировать ящики. Но не зная секрета механизма, делать это практически невозможно. При всем при этом проблема очень простая. В механизме есть вот такие рычажки, которые и не дают выдвинуть ящик. Надо нажать на него на скошенную сторону и все делов-то. Справа надо нажать вниз. А слева, соответственно, вверх. И ящик спокойно можно снять. Потом ставить направляющие обратно и задвинуть ящик до конца. Причем в первой задвижке это сделается с усилием. А потом все встанет на свои места и ящик снова будет как бы летать туда-сюда. Другие столы разбираются точно так же. Нужно так же нажать, так же выдвинуть. Потом снова вставить направляющие и задвинуть ящик. Всем удачного ремонта! Тели-провода обычно запутываются за телевизором, как живые. Удобно закрепить их простым скотчем. Я вот наклеил двухсторонний скотч. Он более липкий и мягкий. Получилось удобно и даже красиво. Раньше я часто приезжал на дачу поздно вечером. А если это было еще и зимой, и отопление было выключено, ну по разным причинам. Ну просто кошмар. Неужели ложиться спать придется в холодную, даже ледяную кровать? Ну конечно, с часа. Для того, чтобы этого не было в нашей жизни, мы купили электроматрас. Приезжаешь, включаешь на трешку и идешь по своим делам. В доме пока холодно, а в кровати курортная зона. Субтропики. Потом ставлю на единицу и до утра. А утром уже и дом прогрелся. Очень удобно. Только поплотнее надо покупать матрас. И надежнее, и кровать потверже становится. Сумки, портфели в доме. Это просто бич какой-то. Везде лежат и мешают. Я навертел в разных укромных местах дома крючков. Кстати, вот этот крючок раритет. Ему 80-100 лет. И вот на них я вешаю все, что плохо лежит. И удобно, и все под рукой. Если хоть один совет вам пришлось по душе, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И всем доброго, крепкого здоровья.